Всем привет, это канал ТУП ДОТА и сейчас я поделюсь своими мыслями по поводу интернешнала и по поводу того, почему на мой взгляд он рискует облажаться, ну и собственно со временем непременно облажается. Поехали! Спонсор этого ролика Гейб Ньюэлл, ссылка в описании. Итак, что же я вообще имею ввиду? Я имею ввиду бабки. Сегодня мы будем говорить исключительно про денежный аспект турнира, про призовые, про компендиумы, краудфандинг и так далее. И сразу обозначу, что я не являюсь каким-то просветлённым гуру в области экономики, маркетинга, диджитал, так что сразу отсекаю любые нападки в свой адрес, ведь это просто моё мнение, не претендующее на экспертность и значимость. Так что будьте проще. Итак, Интернешнл – самый крупный в мире киберспортивный ивент с точки зрения призовых, при этом ежегодно бьющий собственный же рекорд. И вот об этом-то я и хочу сегодня поговорить. Как вообще устроена финансовая модель подобных ивентов, если исключить из неё краудфандинг. Организаторы планируют всё это дело, прикидывают примерные показатели по охвату зрителей, которых им нужно будет достичь и идут к потенциальным спонсорам, например, к каким-нибудь Asus, Tornado Energy, Red Bull и прочее. Говорят, что вот у нас будет такой-то турнир, его увидят условно, например, 5 миллионов людей, мы вас сунем туда-туда-туда-туда, вы везде засветитесь и дайте нам, давайте, денег. И вот те деньги, которые удается собрать в результате спонсорских контрактов, фактически и являются ценностью ивента. Из них какая-то часть уходит на организационные расходы, какая-то часть выделяется как призовые, и какая-то часть остается в виде чистой прибыли, ради которой в основном это всё и затевается, и это как бы классическая модель. В Dota 2 последние года 3-4 она работает не совсем так, потому что кто-то когда-то придумал такую чудесную вещь как компендиум, и теперь идёт просто какая-то дичайшая монетизация юзеров. Вот на этой пикче вы можете наглядно посмотреть, как ввод компеда отразился на прайс-пуле. Например, в 2012 году сообщество никак не могло повлиять на призовые, там они были фиксированными. В 2013 году была самая простецкая книжка, которую покупали буквально энтузиасты. В этот момент Valve поняли, что это нормальная такая тема, начали её дорабатывать и в следующем году выкатили такую жесть, что надонатили им на 11 миллионов. Ну точнее, надонатили на 40, но в прайс-пул идёт только 25% от всех продаж, так что примерно 11. В следующем году они придумали ещё более крутые фичи, плюс комьюнити дотеров слегка разрослось и в кассу занесли уже 18,5 лямов. Рост чуть ли не в два раза. А вот в 16-ом уже пошли первые признаки лассассирования. Итоговый прайс-пул был в районе 20 миллионов, просто не нашёл красивую пикчу, где это написано, но в итоге было да, 20 чем-то. Что конечно круто, но спад явно, как говорится, налицо. И какие выводы можно из всего этого сделать, исходя из этой информации. А на самом деле очень простые. Все эти увеличения показателей призовых достигаются, в общем-то, тремя путями. Это увеличение охвата, то есть увеличение общего числа дотеров, собственно для этого International Day задумывался, чтобы популяризовать игру среди масс. Потом это увеличение конверсии, то есть среди игроков, которые уже играют в доту, увеличение числа тех, кто при этом ещё и заносит деньги. Ну и третий способ, это увеличение среднего чека, то есть увеличение той суммы, которую донатеры, собственно, донатят. Если в 2013 году, как я уже и говорил, это была книжка за 10 баксов, и больше этой книжки человек не мог вдонатить, если, конечно, он не был немножко отбитым и не хотел купить себе две книжки, не знаю для чего, то вот в 2014, 2015 и 2016 появились всякие фичи, которые этот средний чек намеревались увеличить и, собственно, успешно с этим справлялись. Но здесь есть одна небольшая, очень большая проблема. Есть некий потолок, до которого увеличивать можно, но после которого уже бабки не пойдут никак. То есть, ну как бы вы ни старались, вы не сможете заставить дотеров донатить каждый год на книжку по 1000 баксов, например, чтобы увеличивать этот средний чек и показатели прайс пула примерно с теми же темпами, с которыми есть сейчас. И поэтому остаётся надеяться на двух других китов. Это увеличение конверсии и увеличение охвата. С увеличением конверсии, я думаю, у Valve в принципе неплохо дело обстоит, потому что, насколько я знаю, там начали появляться в компендиумах всякие штуки для тех ребят, которые не очень любят шмотки. Например, играет в доту 10 миллионов человек и 5 миллионам человек в принципе имморталки интересные, а другим 5 миллионам имморталки, ну, бесплатно даже не сдались, поэтому донатить на компендиум они не будут. Поэтому вводятся всякие батлкапы, всякие вот эти фичи, которые намерены расширить число заинтересованных игроков, которые смогут занести свои бабки. Но вот с увеличением охвата у Valve реально огромные проблемы. И поэтому те темпы роста, которые были с 2013 по 2015 год, уже скорее всего никак не получится достичь. Сейчас объясню почему. Вот на вот этой пикче изображён график онлайна по месяцам с 2012 года до 2017 года в доте. И как вы можете заметить, никаких скачков в 2 раза или в 10 раз тут нет. То есть International конечно классный ивент, но вот чтобы прям супер круто повышать онлайн, с этим он не справляется. В лучшие времена средний онлайн был около миллиона триста. И эти лучшие времена были ещё год назад, в марте шестнадцатого. Сейчас же онлайн примерно около миллиона, и это не сказать, что очень даже круто, потому что, как вы понимаете, если охват не увеличивается, то и призовые увеличиваться не будут, потому что по конверсиям хоть рост ещё и возможен, по среднему чеку уже скорее всего около потолка. И поэтому на 2017 год супер каких-то охренительных скачков по призовому фонду ожидать не стоит, вряд ли мы увидим там 30 миллионов или 40 миллионов, скорее всего это будет около 25. И если в компендиуме есть какие-то предикшены касательно призового фонда, то я бы вот ставил примерно на 25 мультов, вряд ли получится выжать больше, и конечно мне не хочется никогда увидеть какие-нибудь заголовки новостей в стиле того, что будущий интернешнл будет первым, который не побил рекорд своего предшественника, хотя возможно этот момент когда-нибудь и наступит. Но на этом всё, если хотите обсудить со мной эту ситуацию, то добро пожаловать в комменты, возможно, что я не прав, даже скорее всего так и есть, но было бы неплохо узнать в чём именно же я допустил ошибку. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok